Всем привет! Продолжаем играть в Mount & Blade. Подождите, я включу, пожалуйста, охладительный прибор. Направлю его на компьютер. Минуту. Показалось, что я что-то уронил, но нет. Да, я направил его на компьютер, потому что компьютер очень сильно греется. У меня достаточно высокая температура в квартире. В принципе, вы сами должны догадываться. Все-таки тут не так далеко. Везде, практически везде температура сейчас одинакова. Так, атакуем. Извините, опять же, отвлекаюсь на рабочие моменты. Как и в прошлом видео. Ну вот. В принципе, тут мы должны закончить достаточно быстро. Это территория не очень... ...ребят. Да что ж, какое-то, а? Почти попал. Почти попал. Да, мои войны больше. Они просто выкашивают, поэтому особо нечего. Это задание сделано, знаете, наподобие основного. Чтобы полегче было проходить. Тут уж как... Видите сами, как пойдет. Конечно. Но думаю, мы сейчас быстро с ним разберемся и отправимся к следующему. Я не решил пока восстанавливать империю или нет. Я так понял, вы другом, нужно оба задания взять и посмотреть, сходить. Ой, я своего попал. Плечо, плечом. Прости, друг. Прости. Нужно взять оба задания. Оба задания выполнить и собрать вместе флаг. Только тогда решить, что ты будешь делать. Развалишь империю, создашь империю. И честно, я не знаю. Мне эта империя, как бы сказать, не уперлась. И мне особо она не нужна. Но я подумываю об этом, подумываю пока. Посмотрим. На самом деле, выбор не очень велик. Большинство будет... Знаете, как будет? Будет две стороны в любом случае. В любом случае, будут те, кто за империю, будут те, кто против империи. Попал. Попал. Но я, походу, второй раз не попал своего. Ты странный. Обойди дерево, мужик. Пожалуйста, обойди дерево, не позорь мою армию. Вот так. Нет, серьезно? Вот так. Давай, я помогу тебе. Помогу, как смогу. Последняя драка, так сказать, пять араб на толпу. Потому что у меня тут толпа сохранилась. Я не дерусь. Ай, меня спит. Я подошел, меня спит. Я виноват. Извините. Готово. Два и три известности. Пленные есть. Кстати, я пленных продал в прошлый раз. Вроде да. Вроде продал. Что тут ржавый? Кстати, лучше, чем мой. Весит на сто грамм больше. Длина больше. Удобство на единицу меньше. Класс оружия на... Да ну вы что. Это лучше, реально лучше, чем то, что у меня сейчас есть. Извините. Так. И что? Я... Я должен... Я не понял, это убежище должно тут остаться? Или я должен его развалить еще раз? Тут все сожгли к чертям собачьим. Просто если бы я знал... Если бы я знал, какая... Какая из... Готово. Отправляемся к этому человечку. И у него тоже заберем задание на... Боже, на часть знамени. Соберем знамя. Я не уверен, нужно мне это знамя или нет. Честно, не уверен. Я уверен только в одном. У меня очень быстро качаются деньги. С учетом того, что я собрал уже 20 тысяч. С копейками там. Чуть-чуть... Чуть-чуть меньше 20 тысяч. Ван клана. Тут. Понятно. Единец. Даже с учетом того, что я собрал 24 тысячи сейчас. Но каждый день у меня выходит по 500 монет. То есть тысячу в два дня. Это много. Много, ребята. Очень много. У меня в реальной жизни за два дня тысяча ушла. Казалось бы. Да, давай пойдем посмотрим. Возможно, я и развалю империю. Пошли посмотрим. Где тут убежище? А тут убежище тоже, кстати, недалеко. Мы отправляемся к нему. Будем искать знамя. Да. Давайте ждать темноты. Ждем темноты, нападаем, забираем знамя и уходим дальше. Я не знаю, насколько это будет удобно. И будет ли это удобно в принципе. Я все еще в смятении какую из частей. Я не знаю, мне за империю быть или против империи. То есть, сохранить ее попытаться или ну и нафиг. Я бы в принципе сохранил. В империи мне интересно. Но. Знаете как? Вот в чем проблема. Мне интересно, кто будет за империю. Кто будет против империи. То есть, если за империю будет там одно королевство и против империи одно королевство, то мне в принципе без разницы. Если три за то, три за то, то мне нужно будет искать сторону, которая мне более выгодна. Ничего не сделаешь, я наемник. Я всегда ищу сторону, которая более выгодна. Если вы не ищите сторону, которая более выгодна, вы странный наемник, ребята. Наемники это люди, которые живут от зарплаты к зарплате. И если им платят плохо, то они плохо живут, поэтому, о, голову, шикарно. Так, блин, не знаю, не знаю, посмотрим сейчас по итогам задания, если будет всё так же, если всё так же будет, то есть мне просто предложат либо то, либо то, и там будет одно королевство, и там вот королевство, то в принципе. В чём же смысла особого выбирать? Мы просто кинем монетку и посмотрим, какое нам будет более выходное, и всё. Да-да-да, да-да-да, у нас война, война война. Да, ребята, я не воюю. Сам виноват. Опять же, опять то же самое, опять я виноват в том, что меня же и убили. А тут всё то же самое, не очень интересное. Хорошо, мы, в принципе, собрали, да? Мы собрали все части знамени дракона, теперь вы можете решить, что вы будете делать с кусочками. Верните, чтобы выбрать свой путь. Вот в этом и вопрос, ребята. Что нам делать? Мы будем разваливать эту империю или мы будем собирать эту империю? Давайте посмотрим на расположение этих государств. Одно находится вот тут, и большей частью оно прям в средине, прям, прям сильно в средине. Я понимаю, вот это вот всё их. Это меньшая часть, и оно на краю больше, но всё равно они слабее, мне кажется. По части того, что у них всего сколько? Четыре, пять, пять городов тут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять городов. Девять против пяти, тут выбор очевиден, мы едем сюда. То есть там более, более сильная бригада, поэтому ничего не поделать, ребята. Давайте мы сохранимся ещё, кстати, да. Кто заново эту империю переживать не очень хочется. Двое пленных, семьдесят готовы, четверых я потерял, мне нужно восстановить силы тоже. Вся проблема в том, что мне для восстановления нужны, опять же, люди. Люди, людишки. И чем больше их будет, тем лучше. Ну ладно, не в этом суть. Сейчас мы идём к тебе, говорим, что мы нашли, мы готовы... А, теперь будет что-то интереснее, мне нужно, чтобы придумать злорально это у нас. Да, мы просто, давай, сейчас слор с нами. Теперь передать мне, а то мы, когда разведем. Да, собственно, как я стою поддерживать существующее. Аааа... хм, хм. Вот. Теперь вопрос, что будем делать мы? знаете в чем дело дело в том что мне не очень нравится идея со своим государством сейчас потому что я уверен что я ее не потяну при всем желании слишком мало народу у меня слишком мало так создать имперскую фракцию мне должно быть 100 человек минимум 100 солдат меня сейчас кстати не знаю какой максимум по солдатам и владеть имперским поселением поддержать какую-то то есть просто передав знамя хорошо давайте посмотрим нет не это в отряд хотел зайти 74 человека я могу сейчас взять мне не хватает еще 26 человек для того чтобы найти кого-то того чтобы создать свою территорию я не знаю сомнительная радость честно создавать сейчас свою территорию а ты что можешь мне сказать в муронате просто снять с тебя ну вот смотрите хорошо допустим у меня сейчас 70 человек я возьму мне будет 74 давайте нанять войска вот 1 2 3 4 как раз вот 74 74 не мой войска сейчас мне нужно минимум сотня минимум сотня это плюс еще сверху надо 26 человек либо 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 мы можем плюнуть на все передать это знамя кому-то другому 555 монет мы можем передать кому угодно по нашему желанию просто выбираем кого-то передаем это знамя я даже не знаю кому но у нас знаете в чем проблема я особо не хочу кому-то его передавать и я особо не хочу ни с кем связываться тут вот вопрос кому бы мне передать самая сильная на на мой взгляд пока это это часть это фракция по крайней мере по количеству городов они вроде как впереди планеты всей а мне чтобы захватить что-нибудь надо еще куча народу я не знаю боже так отключил ветряк уже и вам легче будет не будет этой 3.6 скорость серьезно 5.2 4.7 а мне ночью скорость все равно больше фиг ты убежишь давайте я подумаю пока пока я подумаю в этой серии мы еще просто по лазим по убиваем кого-нибудь в следующей серии я уже решу и буду смотреть что делать просто я понимаю какие плюсы потому что я буду делать свое государство мне не нужно ни с кем советоваться мне достаточно просто тыкну пальцем и сделать все т.е. это хорошо это не вопрос но когда мне придется пытаться захватить кого нибудь что в принципе достаточно успокоиться у меня нету должного количества народов у меня сейчас есть у меня сейчас есть 2 3 4 народов грубо говоря у меня есть Тяжелое решение. Тяжелое. Легче всего, конечно, присоединиться. Мы можем, в принципе, сделать... Нет, но несколько прохождений. Сейчас мы присоединим. Хорошо. Не будем решать... Боже, решать сгоряча. Сейчас я пока покрощу. О-о-о-о... Блин. Верчик. Ну, Верчик с кем-то воюет. Битва. 414 против 300. Ну, тут как бы и так понятно, кто выиграет. Ладно. В любом случае, давайте мы пока закончим на этом. Я подумаю по поводу решения, что именно делать с Империей. А дальше будет видно. На данный момент. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Буду рад вас видеть. Всем пока.